Меня зовут Аманжолов Тимур. Сейчас я живу в Караганде. Сюжет такой. Вчера я смотрел местное телевидение, 5 канал. Там есть такая рубрика, старая Караганда. Рассказывают истории из того, что было раньше. Как раз сюжет показали про пункты проката. Была такая тема. По сути, дело... Насколько я понимаю, пункты проката существовали в каждом городе. Опыт, скажем так, обращений к пункту проката, это был только один раз. Я учился в девятом классе, мы закончили школу. Точнее обращался не я. Закончили школу, девятый класс. И была у нас классная руководитель Афоня Зо Алексеевна. Вот она организовала нас, чтобы, скажем так, предложила нам сходить в поход. Ну, как сходить? Съездить. Ну, для того, чтобы съездить в поход, необходимые аксессуары туристские, скажем так, палатка, спальные мешки. Поскольку не в каждой семье это есть, поэтому мы обратились, скинулись деньгами. Насколько я помню, я, может быть, ошибаюсь, но мне так помню, что вроде так было организовано. Потом обратились в пункт проката. Вот взяли в пункте проката палатки, спальные мешки и, по-моему, сюда. Потом через кого-то организовали автобус. Нас привезли недалеко от города Симиртау протекает река Нура. Называется река Нура. В принципе, это очень хорошая вода проточная. Приехали мы, расположились. Ну, взяли поесть с собой. Поскольку ехали отдыхать за город, взяли с собой поесть. Палатки поставили. Мальчики, девочки. Это, в принципе, мы вообще-то были дружны. Дружный класс. Хотя, по сути дела, я с ними познакомился только в девятом классе. Потому что до восьмого класса я учился в другом. А в другом классе... Вот. А потом, когда мы закончили восемь классов, нас объединили. Из тех, кто остался. Объединили в один класс. Это были мои новые друзья, которые познакомились. А для чего это было организовано? Ну, для того, чтобы класс стал более дружным. Поскольку, получается, в каждом классе есть какие-то группировки. Хотя, мы всегда общались хорошо. Насколько я помню. Еще поехали. Поселились. Расположились на берегу реки Нура. Кто-то купался. Я, насколько я помню, я, по-моему, не купался. Ребята так делились. Кто-то с кем будет. Девочки отдельно, мальчики отдельно. Классная руководитель Афонина Зо Алексеевна, она, естественно, осталась девочкой. Это первый раз, когда мы воспользовались вообще вот этой услугой пункта проката. Вот. А вчера в сюжете показали, что удобно было для тех, у кого... Ну, естественно, не в каждой семье были фотоаппараты. Не в каждой семье были кинокамеры любительские. И потом, допустим, несколько... Ну, свадьба какая-то, либо что-то, какое-то мероприятие. В прокате брали посуду. Брали большие столы. Вот. И опять же, как у любой медали, есть обратная сторона. Вторая сторона – это не возврат. Даже называли людей, которые брали в прокате что-то. А потом просто прятались от представителей полкопрока. Вот такая вот тема была. Хотя, в принципе, по сути дела также было очень хорошее дело. И более не в каждой семье были велосипеды. А так взяли на лето, оплатили. В определенные сроки были. Оплачивали. Пользовались. Ну, честно сказать, в нашей семье, то есть, ни мама, ни я, мы в прокате ничего не брали. Потому что, ну, у нас все было свое. Скажем, утюг свой, телевизор свой, радиоприемник свой. И велосипед у меня остался от отца, когда родители разошлись. Поэтому велосипед у меня тоже свой был. Хороший велосипед. Вообще тема такая интересная была. Ну, скорее всего, я могу ошибаться. Мне кажется, это была идея такая. Ну, может быть, западная какая-нибудь. Хотя, на самом деле, очень было полезно. Я помню, что еще были товары почты. Чем никогда не пользовался, это товары почты. Ну, как можно заказать себе, скажем, одежду какую-то, а потом она не подойдет. Нет, конечно. Поэтому тема, это она для нас, наверное, не подходила. А так, вообще, да. Проката был с жизнью. Сходили в походу, как сходили, нас отвезли на автобусе. Все, потом мы так переночевали дружно. Мальчики с мальчиками, девочки с девочками. По поводу того, что выпивали мы или нет, я не помню. Но я не пил. Кто-то курил, я, естественно, не курил. Я курить начал только лишь в армию. И то после года службы. Так. Вот. Не знаю, насколько это интересно кому-то. Ну, вот, допустим, я вчера посмотрел сюжет по пятому каналу. Мне тема показалась, ну, заметна, в принципе. Тем более, был личный опыт участия в этом. Вот. Пункты проката брали. Палатки взяли, взяли спальные мешки. И все. Ну, вот. А готовили на костре. В принципе, чисто для того, чтобы сплотиться классом. Подружились получше. Получше друг другу узнать. Вот. Я про себя не могу сказать, что я был очень там, скажем, активный какой-то активистом. Я не был. Я иногда даже не участвовал в некоторых мероприятиях, которые там у вас участвовали. Ну, если я считал, что мне это не интересно, я не участвовал. Были такие дела. А так, допустим, если какое-то день рождения, тоже это не так часто было. В основном мы своя компания так. Пусть и круг был какой-то. В принципе, а так вообще ребята были дружны. Насколько я помню, я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется так. Желаю всем здоровья. Всем удачи.